Здравствуйте, друзья! Я хочу спросить у вас, кто сильнее? Джефф Монсон или Александр Емельяненко? Рашид Магомедов или Александр Яковлев? Наверняка у каждого из вас есть свое мнение. Но сегодня мы спросим у звезд Миксфайта, кто из участников предстоящего юбилейного шоу М1, на их взгляд, имеет больше шансов на победу. В поле нашего зрения пять главных боев юбилейного М1 Челлендж. Мы постараемся узнать сильные и слабые стороны бойцов и выяснить, кому из них отдают свои предпочтения фанаты ММА. О первом мы поговорили с участниками фан-экспа в клубе «Бастион», а о втором поинтересовались на официальной страничке Михаила Малютина ВКонтакте. Свой рассказ мы начинаем с титульного боя в новом для М1 весе до 66 килограммов, где встретятся Вугар Бахшиев из «Самбо Питер» и Марат Гафуров из клуба «Легион». Несмотря на то, что за Бахшиевым большее количество проведенных боев, многие эксперты отдают пальму первенству в этом противостоянии Гафурову. Оба соперника хорошо работают и в стойке, и в партере, но я думаю, Марат все-таки более технически совершенный боец. И если он окажется в партере, то я думаю, Марат шансов не оставит совершенно никаких. После своего прошлого боя против МРБ Катайсумова он реально заявил о себе, он показал отличный бой для человека, у которого, в принципе, не очень много опыта именно по боям, хотя у него, конечно, огромный опыт в крепкинге, да? На стороне Марата и интернет-сообщество. В его победе уверены 60% проголосовавших. В титульном бое весовой категории 77 килограммов в ринг выйдут Александр Бэтбой-Яковлев из клуба Александр Невский и Рашид Магомедов из команды Горец. На одном из прошлых шоу М1 Александр заявил, что готов отобрать у Рашида чемпионский пояс. Мне кажется, тут тактический тоже бой с обеих сторон. И Яковлеву все-таки надо применять прессинг, максимальный прессинг на протяжении 25 минут. Но если он сможет это сделать и переводить постоянно бой в партер, то у него есть шанс победить. Я думаю, что это бой, который встали очень-очень долго. Тот бой, который больше всего оставляет вопросов. Если он пройдет в стойке, я думаю, что да, что это будет польза Рашиду. Если он борет в партере, я думаю, что наоборот. Если Саша сможет его перевести в партер, он сможет закончить бой досрочно. Но Рашид показал, что перевести его в партер практически невозможно. Интернет-опрос также закончился боевой ничьей. За победу Яковлева высказались 51% проголосовавших, а за то, что выиграет Рашид – 49%. Не менее напряженным обещает быть бой в весовой категории до 84 килограммов. Обладатель чемпионского пояса, легендарный бразильский боец Марио Миранда, будет отстаивать свой титул в бою против Рамазана Эмеева из команды «Горец». И несмотря на то, что Миранда – один из лучших бойцов мира по бразильскому джиу-джитсу, ни один из наших экспертов полностью не уверен в его победе. Если команда «Горец» сделала выводы правильные, посмотрев бой Миранды с Гусейновым, тогда у Рамазана есть шанс. Габариты и опыт будут на стороне Миранды, но желание и блеск в глазах, я думаю, будет у Эмеева. Честно сказать, я знаю, как его появить. У него есть реальный шанс заявить о себе, но Миранда является, в моем мнении, очень сильным соперником. Вы спрашиваете, готов ли я к бою? Готов. Даже если мне придется провести на ринге целых 10 раундов. Миранда не смог стать безоговорочным лидером и в интернет-голосовании. 55 против 45%. И вот мы подошли к центральному бою юбилейного шоу, где главный анархист мирового ММА Джефф Монсон из Американ Топ Тим выйдет в ринг против набирающего чемпионские обороты Александра Емельяненко. Во время своего последнего боя против Константина Глухова Александр устроил своему сопернику такой разнос, что многие сомневаются, сможет ли старичок Монсон хоть что-то противопоставить российскому бойцу. Хотя некоторые эксперты вспомнили спасительное для американца слово «партер». Объективно равные шансы. В принципе, все ясно. Если в стойке, то Саша. Если в партер, то Монсон. Я думаю, Саша, конечно, победит. Я как бы за него буду болеть. Но я не сомневаюсь, что он победит. В ударке он гораздо лучше. В партере, я думаю, не слабее. Хотя Монсон, конечно, хороший в партере. Но Саша лучший по всем аспектам. Мне кажется, победит тот, кто подойдет в лучшей форме. Если Саша сейчас в той же форме, в которой он дрался против Константина Глухова, крайний бой его, то, конечно же, я думаю, Саша сможет победить. Интернет-сообщество также на стороне «Россиянина». В победе Александра уверены 60% проголосовавших. Но это еще не все. В этот вечер на ринг в Ледовом выйдет и Михаил Малютин из «Мамишев Тим». Его соперником станет французский боец Оливье Пастор. Пастор очень крепкий. Хорошо работает в партере. Ну, я думаю, что Миша знает, как с ним обращаться и сделать все правильно. В том, что его ученик готов к бою, уверен и тренер Малютина Юрий Разумов. Была традиционная такая подготовка с большим количеством кроссов в Кисловодске. С большим количеством общей физической подготовки, борьбы. И с определенным количеством спаррингов настоящих, с настоящими боксерами профессиональными. Но это лишь прогнозы. Кто из нас на самом деле готов стать победителем, покажет ринг. Редактор субтитров А.Семкин